приветствую вас на первом циничном канале и сегодня мы поговорим о стоимости денег этот сюжет я решил снять после того как увидел что есть некое непонимание у камрадов что такое монетизированное творчество что такое фриланс ну разница с работой понятно с официальной работой но вот творчество и фриланс тем более монетизированное творчество многие не понимают ягана вот если мне нравится работа если я работаю дистанционно это творчество или не творчество хотя в понятие нравится зачастую вкладывают терпимо я тоже на этом подрывался в свое время это хорошая работа хорошая как правило в устах русского человека это значит что тебя здесь дерут меньше чем на предыдущий это хорошая то есть это нехорошая это наименее плохая как правило мне нравится работа это меня там недостаточно дерут то есть дерут конечно но терпимо вот как правило этот смысл вкладывается. Но тем не менее, давайте попробуем разобраться. Разница между творчеством и фрилансом. С работы, я думаю, понятно. Сделаем это на примере как раз стоимости денег. Дело в том, что когда люди говорят о повышении, например, заработка, дохода, что они имеют в виду? Деньги стоят не одинаково. Я бы даже сказал так, что зарплата, деньги, доход, который вы получаете с привязкой к офису, стоит примерно рубль, стоит 10 копеек от фриланса. Вот равно. Это как курс валюты. Рубль, заработанный в офисе, рубль, заработанный на фрилансе. Рубль в офисе равняется 10 копейкам на фрилансе. Рубль на фрилансе равняется 10 копейкам от творчества. Примерно так. То есть рубль на работе это одна копейка от творчества. Приблизительно. Поэтому, когда вы говорите, допустим, тоже очень много было непонимания, что, блин, ушел на фриланс, стал зарабатывать меньше. В каком плане? В номинальном вы стали зарабатывать, по факту вы стали зарабатывать больше. В номинальном, да. То есть вы работали в В офисе зарабатывали условно 50 тысяч. Ушли на фриланс, стали зарабатывать 30. И вы говорите, меньше. Это не меньше. 30 на фрилансе, это примерно 300 в офисе. Почему так, сейчас объясню. Ну, а соответственно, да, в творчестве 30, это то же самое, что 3 миллиона в офисе. Сейчас объясню почему. Дело в том, что когда вы работаете в офисе, ну, офис, я имею в виду, как офис, я по себе говорю, с привязкой к рабочему месту, у вас очень ограниченное количество вариаций потратить деньги. В 90-е годы была такая практика, что людям выдавали зарплату талонами. И талоны могли быть на какой-то отдельный магазин. Или на серию магазинов. То есть, вам писали, грубо говоря, на кусочке бумаги, там, на каком-нибудь бланке организации, направление, как это, как рецепт в магазин. Ну, условно. Вам писали, что, не знаю, там, 10 тысяч. Опять же, я не помню цен, но, условно, 10 тысяч. Вы приходили в магазин и могли отовариться на 10 тысяч. То есть, это не деньги. Это аналог денег, бумажка. Но, когда вы приходили в этот магазин, вы обнаруживали, что там отовариться вы можете просроченными конфетами, дальше колбасой, из которой прям куски бумаги торчат, и какой-нибудь одеждой, ну, бесслез не взглянешь. То есть, вы не можете тратить на что хотите. Вам, по сути, заплатили некой такой усредненной альтернативой между помойной одеждой, колбасой из бумаги и просроченными конфетами. То есть, вот, вы не можете потратить на все. У вас очень ограниченная альтернатива для траты. Смотрите, когда вы работаете на рабочем месте, у вас то же самое происходит. Дело в том, что наиболее интересные в этой жизни траты, они требуют времени. Когда вы лежите или сидите, стоите, неважно, едете, летите и вкуриваете потребление. Когда вы незагнанная тварь, откровенно, что куда деньги-то тратить, зачем они вообще нужны. Бывает такое, что человек работает 9, 10, 11 часов по-разному с переработками, плюс дорога. Зачем ему деньги, вот реально? Он их будет тратить на, по сути, в какой-то межсезонье. По сути, в какой-то выходной, который ему бросили, как собаке кость, в отпуск, который ему с горем пополам дали. У него будут очень ограниченные траты. Все траты, которые подразумевают вкуривание, скажем так, распознавание вкуса потребления, они для них закрыты, для этих людей. Только вот дуром, ну не дуром, но быстро потратить. Как правило, это влечет к тому, что дуром. И, как правило, создается впечатление, иллюзия. Кстати говоря, недаром она создается, она выгодна рабовладельцу, что, блин, это если я, как говорится, там 50 тысяч зарабатываю и сливаю их за 5% времени, которое живу, 95 я работаю, 5 живу, и все 50 сливаются. Сколько же работать-то надо, чтобы хотя бы на 10% свободного времени хватало. Вот, то есть создается такая иллюзия, что жизнь стоит очень дорого. Как я могу не работать? Такая жизнь дорогая. Дело в том, что дорогие становятся эти 5%, потому что человек подсознательно просто пытается слить деньги в эти 5% времени. И, конечно, они станут дорогие. Дуром можно за 5 минут состояние слить. Вот, создается такая иллюзия. Как же я с работы-то уйду? И, по сути, запускается просто бельче колесо, оно работает быстрее, быстрее, быстрее. То есть надо больше работать. Я не знаю, я работал-работал месяц, а потом за день все слил. Жизнь-то дорогая какая. Теперь надо работать с двойной силой. Вы работаете с двойной силой, у вас остается полдня с месяца, ну, утрирую, но условно, и вы сливаете в 2 раза больше денег, которые накрутили. Пока я работал, жизнь-то как подорожала. За полдня слил вдвое больше. Еще быстрее. И потом вы придете к тому, что, ну, условно, за 5 минут вы будете сливать, там, не знаю, заработок 5 смен. Потом вы сдохнете просто. Вот, поэтому вы получаете очень ограниченный функционал денег, когда привязаны к месту и ко времени. Дальше. Дальше идет фриланс. Здесь я с работой, я думаю, все понятно. Дальше идет фриланс. В принципе, все то же самое, но вы отвязываетесь от времени, от места. Вы, в принципе, да, делаете какую-то работу, но можете время туда-сюда двигать. Это лучше, чем офис, но это намного хуже, чем творчество монетизированное. Здесь вы можете оптимизировать ваши траты. Например, оптимизировать их за счет географии. Вы можете поехать жить в страну в какую-то, ну, вот часто, допустим, я вижу в Юго-Восточной Азии комрады живут, программисты в основном. То есть он зарабатывает через, ну, удаленный доступ, понятно, дистанционно, и тратит уже в стране, где деньги, допустим, стоят иначе. Там за ту же сумму, Россия дорогая страна, за ту же сумму там можно купить больше. Россия по уровню цен, это примерно Германия, только не по уровню зарплат. То есть на Запад чуть-чуть подороже, на Восток подешевле. Если брать какие-то страны, типа, Южной Европы или же Юго-Восточной Азии, то там цены намного меньше. В том же Вьетнаме, Таиланде, вы можете, ну, королем быть на 50 тысяч. Очень неплохо будете себя чувствовать. В Москве это постольку-поскольку, если вы жилье не снимаете. Если снимаете, то очень мало. Поэтому фрилансер, он может позволить себе изменение географии. Не столько времени. Время ему все равно придется тратить определенное. Поэтому, ну, он его просто может двигать. Его удобнее потратить тогда, а не сейчас. И более того, у фрилансера еще один плюс. Он сдельщик, по сути. Он на сдельщине сидит. Сколько сделал, столько получил. И поэтому у него не будет еще одного минуса офисной работы, привязанной к месту. Его не так легко будет грабить. Дело в том, что почему людей очень легко грабить? Почему их грабят те же меркантильные женщины в отношениях, если считают нужным? Почему родственники легко паразитируют? Почему паразитизм легко заходит? Потому что изначально он заложен вот в этой работе на рабочем месте. Вы работаете вроде как бы за деньги. Договариваетесь там с 9 до 18. А потом хренак, и пошла сверхурочная работа, еще 2 часа, которая должна вдвойне оплачиваться, но уже бесплатно. Для большинства бесплатно. То есть вот этот тотальный ежедневный грабеж, фактически, он человека приучает, что изъятие у него ресурса, части ресурса или всего, это нормально. И поэтому его грабят каждый день на работе, там, этими переработками. Его, по сути, труд забирают. Поэтому, когда он приходит, его начинают грабить дальше, там, родственники, паразиты, какие-то меркантильные отношения у него сложились, он уже это воспринимает как должное. У фрилансера этого не будет. Не будет формироваться вот этот очень вредный стереотип, что вроде бы мы как бы равны с 9 до 18, а с 18 до 20 ты раб, давай. Почему? Да просто так. Все. Я хозяин-то говно. Вот этого не будет. Что мы равны-равны, но за кружку кофе платишь ты. Вот эта логика, на самом деле, она у работодателя у многих присутствует. Да, все нормально, договор соблюдается, только ты в 18 не уходи, посиди тут до 8 до 9. Платить мы тебя за это, разумеется, не будем, а ты улыбайся. Вот, и попробуй только спроси, как это будет оплачиваться. Ха-ха-ха. Тебя бараны вокруг тебя разорвут в первую очередь. Даже пастуху-то и не надо будет усилия прилагать. Так вот, у фрилансера этого нет. Он может двигать время, но все-таки оптимизировать, сильно оптимизировать время он не может. То есть, допустим, начать зарабатывать намного больше в час. Творчество, как раз, это уже следующий этап, может позволить себе вот такую вещь, что действительно у вас очень дорого будет стоить час вашей деятельности, потому что вы ее оптимизировали, потому что вы не связаны тем производственным процессом, в который вписываетесь. На работе производственный процесс, фрилансер, он тоже берет определенную работу, которая подразумевает определенные процессы выполнения. Вы глобально ничего нового не придумаете, то, чего не было. Творчество дает возможность придумать новое. Оно из плюсов убирает вообще какую-то напряженность от работы. Оно дает возможность придумать исключительно что-то новое. Новые технологии, процессы. И, соответственно, за счет этого очень сильно удорожит час вашей деятельности. Да, оно приносит удовольствие, действительно. Никакого начальства, никакой чужой воли. И поэтому, друзья, смотрите, когда вы работаете... Да, разница между работой, например, фрилансом и творчеством, это как разница между жительством на своей территории, в своей стране и эмиграцией. В чем прикол? Дело в том, что на своей территории вы имеете 100% того, что, в принципе, можно иметь. У вас средний возраст, вот вы примерно имеете все льготы, гражданин и так далее. Вы приезжаете в эмиграцию, и вы там, по сути, карантинный человек. Вы даже не то, что не имеете то, что имеет гражданин. Несомненно. У вас очень демоверсия, по сути, ваших там прав и льгот. Но вы еще и не знаете их все. Вы еще не обтерлись. Вы еще даже не знаете, где магазины подешевле. И поэтому вы находитесь на карантине. И поэтому, опять же, когда люди говорят, что вот я переехал, например, там за рубеж, и чего-то тут не лучше, все то же самое. Чувак, ты что с чем сравниваешь? Ты сравниваешь потолок, которого достиг к 40 годам, и то, что ты можешь иметь в первый день в статусе карантина. Представь, какой же там потолок тогда, если там карантин, такой, как здесь потолок. Если там высота полов, как здесь потолков, то представь, какие там потолки. А многие как-то вот это не понимают. То же самое с творчеством. Вы переходите в творчество, или в фриланс, и в принципе, ну да, все то же самое, даже чуть-чуть поменьше. Не забывайте, что вы туда только перешли. В качестве раба вы всю жизнь использовались. А сюда вы только перешли. Здесь вы на полу, там вы на потолке. И когда вы видите, что потолок раба, он равен полу фрилансера, или же творческого человека, нужно понимать, что здесь возможен рост, а там он невозможен. Там вы уже достигли потолка. Там рост, скорее, во-первых, это пропаганда будет. Да-да-да, чувак, работа, и, как говорится, через 5 лет, как на собеседовании, кем вы видите себя в нашей компании через 5 лет? Вы еще хрен знает, что. Вы даже не знаете, какие там порядки. Будут там переработки? Не будут. По большому счету, вы пока не начнете работать, не устроитесь, вы не знаете, как там все функционирует. Кем вы видите себя у нас? Да черт вас знает. Да уволюсь я, может, через 2 дня, если вы идиоты. Но, тем не менее, вы уже должны через 5 лет себя кем-то видеть. Мать честная. Ну, короче говоря, понимаете, что когда у вас немножечко падает, или прилично даже падает доход, при переходе на следующий уровень, вы понимаете, что вы переходите на пол этого уровня, с потолка предыдущего. И поэтому небольшое расстояние, представьте, какие тут потолки. И, тем более, если вы сразу из рабства переходите в творчество. Вы переходите, по сути, ну, даже минуя фриланс, вы переходите на следующий уровень. То есть, здесь, конечно, нужно скорее на потолки задуматься. И они могут быть. Их может, конечно, и не быть, не получится, но они могут быть. А там вы уже, скажем так, этого потолка, ну, сколько? С 20 до 40 ищите, да? И люди, которым заливают про карьеру, мне всегда это было смешно. Ну, думаешь, слушай, друг, ну, вот тебя не смущает, что тебе сейчас говорят, что ты достигнешь карьерного успеха? Тебе сейчас 40. Ты его достигаешь с 20 лет. Успехи вот такие. И сейчас тебе говорят, что в течение трех лет карьерный рост. Не, не смущает, что 20 лет тебе говорили одно и то же, ни черта не было. Вот сейчас, вот именно за эти три года, именно с 40 до 43, тебя-то и ждет успешный успех. И многие ведутся. Многие ведутся. То есть, действительно, он уже под потолком находится. Все, это потолок раба. Дальше там ничего нет. Дальше уже следующий уровень для хозяев. А тут, как бы, успешный успех. Короче говоря, друзья, подумайте. Деньги стоят действительно разно. По-разному. То есть, рубль, заработанный на работе, он стоит, дай бог, копейку от творчества. И дай бог 10 копеек от фриланса. Поэтому, когда вы оцениваете ваши доходы при переходе в творчество, конвертируйте. Конвертируйте и поймите, что дальше будет рост. А там его быть не могло. Вот, такие соображения. А то многие действительно не понимают, в чем разница. Надо было разъяснить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова